всем привет вы на канале ворота своими руками меня звать александр парашенко и сегодня я буду устанавливать автоматику miller техникс 1000 на откатные ворота и люди вызвали меня и мне пришлось мотор поднимать на вот такое расстояние видите я поднимаю я сейчас раз о все возьмите открутите первую рейку которую вы прихватывали мотор может перегреваться и спасти это можно мы это узнаем методом тейка уже подрегулировать так что если в машину допустим упрется ворота ну я его никогда не регулирую потому что она идеально выставлена с самого начала с завода вы можете выиграть сертификат на аксессуары как это сделать вам нужно подписаться на канал оставить комментарий с какого города поставить пальчик вверх и перейти по ссылочке кота находится ниже под видео этим вы играете сертификат при покупке автоматики и стоимостью 500 гривен мы имеем откатные ворота и на них мы будем устанавливать данную автоматику miller техникс 1000 автоматика очень сильная хорошая устанавливаем ее очень давно уже и зарекомендовала на себя очень хорошо кто знает из дилеров то по осени даже покупают по 10 по 15 моторов забирают чтобы только успеть ее взять чтобы отработать скажем сезон потому что самый разгар сезона это осень ну что ж поехали устанавливать мы собрали на болты прикрутили к основанию самому сам мотор теперь прошло время его выставить но берем рейку зубчатую вот у меня она в руках прикладываем ее сюда и смотрим чтобы она была по центру наши шестеренки видите и можно после этого прихватывать сам само монтажное основание к швеллеру я хочу обратиться к тем людям которые оставляли комментарии что мы варим зубчатую рейку жить много раз на швеллер можно было мотор ниже опустить да можно можно его вообще опустить было бы в воду в озеро опустить колодец выкопать тоже туда опустить можно только зачем делать это зачем себе вредить то есть зубчатая рейка варится ответь она приваривается на сам каркас ворот вот видите я на сам каркас к ней мы примеряемся здесь высота шестеренки вот она видите высота шестеренки которые нам есть технологически мы ниже опуститься не можем ну мы только можем можем только вот так сделать если мы уберем монтажное основание то что мы будем вот эти уголки тогда приваривать сюда здесь потом начнет это специально сделано чтобы вода не попадала снег у меня такой случай стоял вот так мотор другого производителя и люди вызвали меня и мне пришлось мотор поднимать на вот такое расстояние я здесь ставил такие двутавры швеллера ставил сваривал тумбы поднимал на такое расстояние и по по центру приваривал трубку для того чтобы приварить потом зубчатую рейку как только весна оттепель идет да а там снег тает так и говорит по колено воды и надо было поднимать обязательно мотор поэтому я рекомендую ставить так как монтажное основание было чтобы было приподнята чтобы мотор был приподнят и чуть-чуть от земли ну что ж делаем прихватку прихватываем сам каркас каркас само основание открываем полностью створку выставляем от корпуса примерно 8-10 сантиметров отступаем это будет приварена первая бабушка вот эта бабушка для подвигаете приворотину до вот этой метки вот вот и все теперь делаю прихватку средней бабушки первую прихватываю среднюю если бы я прихватывал бы допустим первую бабушку первой то я мог бы приварить ну допустим не вот таким образом смотрите сейчас покажу сюда вот так вот могу приварить понимаете я так я просто показал что вот видите вот вот так вот приварить потом а потом бы если бы шел бы то мне там бы даже некуда было бы подняться если бы я поднял бы высоко то она была бы поднято очень сильно высоко поэтому сначала делается как средняя потом край и край то есть среднюю мы взяли точку то есть от нее мы никуда не уйдем и делаем среднюю потом один край и второй край ну а вторая третья и последующие реки варе прихватывается выставляется немножко по-другому как это смотрите в этом видео когда вы будете прохватывать рейку первую бабушку первой рейки не забывайте о зазоре между шестеренкой и самой зубчатой рейкой ведь я приподнимаю между ними должен быть один кире 2 миллиметра зазора ведь я поднимаю я сейчас раз о все все это и делаем прихватку теперь немножко про закрываем и также сама третью бабушку первой рейки также сама выставляет не забываем о зазоре как выставлять вторую рейку зубчатую 3 4 далее последовательно они выставляются дальше типа для этого вам нужно будет взять одну рейку подложить речку под речку для чего для того чтобы соблюдать шаг зуба обязательно подложите рейку под рейку для того чтобы соблюдать шаг зуба ну и прихватываем теперь прихватываем последнюю бабушку не среднюю а последнюю бабушку но опять же таки приподнимаем чуть-чуть речку для того чтобы нам соблюдать зазор между шестеренкой и зубчатой рейкой я вам на второй рейке показал как ставится я буду использовать дальше просто кусок рейки потому что у меня так удобнее не надо держать целый метр кусочек взял подложил и все но и 2 3 4 рейка выставлять точно так как как и 2 вы когда дойдете до того что вы когда будете проваливать последнюю рейку у вас уже рейки не будет чтобы подложить под рейку под рейку возьмите открутите первую рейку которую вы прихватывали ее подложите под рейку прихватите последнюю рейку потом эту вернете на свое место ребят после того как вы прихватили зубчатую рейку бы мы ее только прихватили мы не варивали нужно обязательно проверить о том чтобы она на стыках не стучала стучать она на стыках может когда шестеренка доходит если вы неправильно шаг зуба попали то она тогда может стучать хотя вот сейчас буду проходить стык виде прошел даже не капли нигде не упнула день и капли не стучит я хотел вам объяснить немножко по плате как ее подключать давайте начнем с клиника 220 он стоит вот здесь вот вот таким образом это вот эта земля потом лет фаза это там кал написано линия и ноль дальше идет у нас клеммник самого подключения мотора open com это общий и close так как у нас мотор осихронного типа он имеет две обмотки вправо-влево шокути дальше идет у нас подключение самого конденсатора конденсатор вот он здесь находится на 18 микрофарад у кого большая интенсивность очень большая интенсивность мотор может перегреваться и спасти это можно сделать чуть-чуть меньше поставить конденсатор на 16 микрофарад но при этом мы потеряем силу саму самого мотора для того чтобы увеличить силу то можно поставить 20 микрофарад но при этом мы потеряем интенсивность то есть она будет медленную как бы она будет интенсивно семи ворот потеряем дальше идет клеммник это клеммник вот у нас сигнальной лампы вот наши провода сигнальной лампы я еще с и подключу лампа у нас находится на 220 вольт большая желтая прикольная классно с боковым креплением там лампочка на переменного тока соблюдать полярность на лампочки нет смысла куда какой провод упал туда ты тут и вставляем его назад дальше идет клеммник клеммник геркона вот геркон стоит это клеммник концевых выключателей как как работает геркон вот такой магнитик он вешается на рейку и когда вот тут допустим едет открывается открывается раз подошло геркону то он даю отсюда подает сюда команду и он отключает мотор так же самое если оттуда воедет в они то есть ну закрывается ворота 2 магнит подъезжает раз уже доехал сюда и остановил комплекте это такие два магнита один передний другой задний какой передний какой задний мы это узнаем методом как это узнать смотрите в видео дальше идет клеммник gnd инфо 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 это информация о том это цепь безопасности о том что фотоэлементах кто-то находится из-за этого ворота не закроется тогда берем вот этот наши у нас четыре жилы идет с фотоэлемента за ближнего там идет питание вот они два питания и два управления это gnd и инфо это питание идет они будут получаться на верхний клеммник а это у нас управление идет вот это управление подключаем на вот это заводскую перемычку мы удаляем эти заводская перемычка вот она мы удаляем то есть выкидаем замес нее подключаем управление с фотоэлементов это ком и nc там фотоэлементе стоит релюшка которая замыкает контакт и вот приходит сюда атом замкнула держит замкнуты только только на фотоэлементе попадаете луч прорываете королюшка размыкается контакт размыкается и не дает там и не дает и дает команду чтобы ворота не закрывались открываться откроются одну закрываться не буду это дальше нужно подключить питание на сами вот сюда вот она подключается здесь питание но сначала я поэтому клеммнику расскажу вот этот клеммник здесь у нас написано open stop gnd close push open gnd это кнопка которую вы нажмите на кнопку она будет только открываться допустим стоп и gnd они должны быть постоянно замкнуты здесь вот есть перемычка у нас нет заводская она сразу стоит если вы будете использовать кнопку стоп то на вас должна быть просто на кнопка на nc постоянно замкнутый контакт постоянно закрыты а вот open gnd не а open gnd это нормально открытый контакт нормально close nc называется контакт nc поэтому open gnd это нормально открытый контакт n-o а стоп gnd это нормально закрытый контакт вот видите он закрытый замкнутый постоянно должен быть замкнут но это если вы будете использовать эту кнопку кнопку 100 потом идет gnd close то есть закрыть gnd close закрыть кнопкой закрыть это если вы используете все три к все три кнопки отдельно открыть стоп закрыть это если будет три кнопки но также можно управлять просто одной кнопкой все это gnd и push это одна кнопка она и открыть и остановить и закрыть на раз нажали открыли еще раз нажали остановили еще раз нажали закрыли то есть она все по очередности идет но мы ничего сюда подключать не будем потому что кнопок у нас нет сюда можно подключить gsa модуль ну управлять этим на push поэтому здесь gsa модуля нету мы не будем его использовать мы будем сейчас подключать лучше моде питания клеммник питания который идет на данный момент вот 15 в кстати вы когда будете подключать питание ребят полярности как подключать питание не имеет значения подключайте как вам как душа желает полярность соблюдать не надо ну и дальше вот я объясню вам дальше это нас клеммник антенна здесь вот есть заводская такая антенка принципе и достаточно но если было бы недостаточно то мы бы сюда бы подключали бы саму бы антенну то есть антенну также самое можно докупить это опция есть она отдельно докупается комплекте она не идет ее можно докупить и доставить она увеличивает сигнал действия радиуса пульта дальше шо давайте от по кнопочкам первая кнопочка вот видите эта кнопочка она служит для того чтобы запись пульта на нее раз нажали и отпустили засветится вот этот цветодиод вы открыли канал для того чтобы он принял принял записал код пульта потом вы нажимаете на пульт держите пульт вот этот светодиод начинает марать вам проморгался пульт записан вот эта кнопка тест она она нужна для того чтобы обучить сам сам мотор под данный проем для чего его обучать для того чтобы мы могли включить замедление в конце если вы замедление в конце включать не будете то принципе ей пользоваться может можно и не пользоваться то есть она она вам не нужна будет данным дальше у нас вот эта кнопка это пуш это точно такая какие-то кнопка только она встроена впаяна вы можете замес пусть если у вас нет пульта нажали она поехала нажали стали нажали ну еще раз поехала в обратную сторону по дип-переключатель дип-переключатель первый дип-переключатель отвечает за автоматическое закрытие то есть если вы его активируете то через какое-то время определенное ворота начнут закрываться определенное время можно выставлять вот этим потенциометром до двух минут им регулировать от 0 до двух минут по моему так пель дальше первый это forest это сила вот она на максимум накручена и вот этот потенциометр это регулировка за несколько надо времени замедления в конце ну я его никогда не регулирую потому что она идеально выставлена с самого начала с завода его можно увеличить можно уменьшить то есть она будет или за 30 сантиметров там допустим за 30 сантиметров раз приостановится и потихоньку идти за 5 или за 50 сантиметров приостановится и потихоньку идти или там за 10 сантиметров приостановится до окончания и потихоньку закрываться или там когда открывается ну в принципе мы все подключили я автоматическое закрытие выключу. Второй дип это плавный старт, то есть он плавненько начинает стартовать, не так так и пошел, а так и пошел. Это называется плавный старт. Третий дип переключатель это плавный финиш, он в конце так и потихонечку начинает подходить, або клавителю, або когда открывается в концах. Четвертый дип переключатель он отвечает за энкодер, но энкодера у нас нет, он обычно здесь ставится, поэтому он должен быть постоянно включен. Он здесь ставится и сюда подключается. Это он считывает обороты двигателя. Но то же самое получается энкодер, как и что мы обучаем мотор и он обучается по времени работы, а если бы стоял бы энкодер, то он бы обучался по количеству оборотов двигателя. То есть он бы считывал количество оборотов двигателя и делал бы это обучение. Вот этот потенциометр это у нас сила, а это чувствительность. То есть им можно подрегулировать так, что если в машину допустим упрется ворота, ну если нет у вас фотоэлемента, в машину уперлись ворота, то он сразу выключается. То есть мотор просто отключается и все. Вот если вы силу подрегулируете, допустим сделаете на минимальную, то ворота будут идти и идти, а потом раз и пойдут назад. Ну если им силы не хватит дальше идти, почувствуют препятствия, то пойдут назад. А здесь если почувствуют препятствия, то он просто выключается. Ну что ж, будем сейчас подавать питание. Мы обжали рейку и обжимали не на зубчатой рейке, не на шестеренке, а так просто прошлись и обжали. Мы везде, когда приварили, выставляли зазор миллиметр два. Ну вот у нас один стык получился, что он поджимает. Благодаря тому, что на рейке есть такие вот яйцеобразные овальные отверстия, мы можем теперь подрегулировать. Рейка, получается она давит на шестеренку сверху и в этот момент она зажимает. Вы когда обожмете рейку, обязательно не автоматически, а руками попробуйте открыть, закрыть. Вот в этом месте она даже притормаживает. Посмотрите, я сейчас толкнул воротину, видите, стало, то есть воротина стала, она в этом месте даже начала притормаживать. Для этого нам нужно подрегулировать рейку, то есть нам надо рейку чуть-чуть приподнять, чтобы она не зажимала. Зажимаем. Так же самое и эту рейку теперь подровняем. Вот и все. Ну бывает, видите, где-то что-то чуть-чуть не досмотрит, что благодаря вот этим отверстиям всегда можно подрегулировать. А если бы я поставил бы болт вот сюда вниз, вот я обычно, когда собираю рейку, то я болт ставлю наверх, вот сюда под вверх, ну в отверстии он стоит под верхом. Для чего? Для того, чтобы я мог спокойно потом приподнять рейку. А если бы я поставил бы вниз, то потом я себе убираю пространство для этого маневра, чтобы я тогда не смогу просто подрегулировать рейку. После того, как подали питание, нужно перевести мотор в автоматический режим. А теперь нам нужно узнать, чей правильно подключен мотор. Ребят, первое, когда пропадает свет или вообще вы только подали питание, ворота должны открываться, не закрываться, открываться. Я сейчас нажимаю на кнопку, ворота пошли открываться. У нас правильно подключена автоматика, поэтому нам теперь нужно узнать, где какой концевик, как это сделать. Цепляем на рейку концевики. Ну, смотрите, красный концевик, это у нас задний получается. Выставляем передний концевик. Сейчас закроем ворота и выставим задний концевик. После этого мы сделаем обучение. Ну что ж, вот они и закрылись. Нам нужно обучить их под данный проем, чтобы мы могли включить замедление в конце. Это мы нажимаем по центру кнопочку, нажали и держим. Пока мы с ним произойдет какое-то щелчки или движение ворот. Они сами откроются и сами закроются. Когда будут ворота закрываться, нельзя ходить в датчиках. То есть они должны открыться, закрыться, и никто не должен в этом помешать. Они сейчас производят обучение. То есть они запоминают время, сколько они открываются по времени, и сколько они будут закрываться по времени. Для того, чтобы включить в конце замедления. Замедление в конце мы включаем третьим гип-переключателем. Называется оно плавный финиш. Ну я включил замедление. Делаем открытие. И заметьте, пожалуйста, как они сейчас в конце. Вот они идут с одной скоростью и пойдут потом замедляться. Вот. Пожалуйста, видите? То есть очень медленно пошли закрываться. Так же само они и замедление, когда открываются. Они откроются полностью, и вы увидите, как они пойдут в замедление становиться. Вот. Видите? Скорость поменялась и открылись полностью ворота. Маленький один нюанс. Нам нужно теперь подкорректировать задний концевой выключатель, задний магнит. Сделать его выстоять так, чтобы у нас в конце, когда ворота закроются, между воротами и резинкой, которая там отбойником, чтобы был хотя бы миллиметров 8 зазор. Вот, ребят, смотрите. Видите, зазорчик есть. Вот он. Вот здесь должен быть зазорчик от 5 миллиметров до 2 сантиметров. Ну 2 это много. 8 миллиметров это вообще идеал зазор. Ну что ж, проверяем фотоэлементы, датчики, как они работают. Когда попадаем мы в луч, ворота должны пойти открыться. То, что и произошло. Все работает чудненько, замечательно. У нас все идеально. Наша работа подошла к концу. На сегодня все. Всем пока. До новых встреч.